Здравствуйте, меня зовут Мария, я мама Алене, ему сейчас 16 лет. Ну вот только криком вот, что мы понимали, что этого он не хочет, если он кричал и падал, он не хочет гулять, не хочет есть, не хочет на занятия идти, а то, что он хочет, он брал за руку просто взрослого, подводил, например, к тому же ноутбуку, и тянул эту руку взрослого, мол, включи, или там куда-то, в общем, он вел, да, и со шкафа там книжку какую-то достать ему, посмотреть. Это помощь ребенку или взрослому уже человеку с особенностями коммуникации, когда ребенок или взрослый есть затруднения, да, когда в коммуникации есть дети или взрослые, которые вообще не говорят, вот, это возможность быть услышанными другими людьми. Вот это возможность для них выражать свои желания, свои потребности, свои мысли, потому что есть дети или взрослые, которые полностью понимают речь и себя осознают, но просто не могут говорить. Вот, и это для них, конечно, выход из положения. А если бы этого не было, то как? Ребенок, значит, у нас неговорящий, вот, и мы вот начали ходить в пространство общения примерно с 8 лет, 8 лет пришли и пробовали разные, вот, так как он не говорит, то как-то нужно с ним выстраивать диалог, как-то понимать его желания. Если ему что-то не нравилось, он кричал и падал, если что-то он хотел, он сказать это не мог, только вот подвести за руку и там рукой взрослого что-то вот куда-то потянуть, показать, вот, только можно было догадываться. И вот в пространстве общения сначала попробовали использовать жесты. Система макатон или вот какие-то жесты, которые просто не все дети могут использовать эти жесты. Там достаточно трудные бывают жесты, но какие-то простые или понятные, вот, в пространстве общения эти жесты некоторые изменяли, вот, чтобы ребенку было проще ими воспользоваться. И также он мог показывать эти жесты и сообщать о чем-то. И родители, вот, мы тоже могли этими жестами, нас тоже учили, рассказывали, чему здесь вот учат ребенка, вот, и мы тоже пользовались этими жестами дома. Потом начали пользоваться карточками, вот. Леня очень любит смотреть мультики дома, и у нас был ноутбук, и он не мог сам мышкой, вот, ну, находить папку с мультиками, открывать мультик, который ему нужен. Это для него было очень сложно. Мы сами включали ноутбук, открывали папку, а у него были карточки с изображениями мультиков. И он оторвал карточку и нам ее давал, приносил, вот. И мы ему включали этот мультик, который он выбрал. И сейчас уже вот таблицы. Сейчас мы пробуем таблицы, потому что карточки оказались, ну, не очень удобные для Лени, потому что он их мнет там, может, мять с ними играет, ну, в общем, портит. А в таблице он ее взять не может, только пальцем показывать может. Во-первых, мы используем расписание. Вот такое расписание есть у Лени. Вот. Тут дни недели. Понедельник, вторник, среда. Вот сегодня четверг. Тут рамка такая. Пятница, суббота, воскресенье. Это вот расписание его занятий. Вот сегодня у него школа, и он приедет сюда, в центр. Вот. В пятницу школа, в субботу ничего не сделано, потому что у него бывают такие занятия, которые не строго там, например, по субботам. Например, вот бассейн можно приклеить. Вот. Это если в кафе мы идем. Кафе могу в субботу приклеить. То есть он вот просыпается, мы подходим к расписанию, да, и смотрим. Я ему говорю, Леня, сегодня четверг. Сегодня у тебя школа, потом центр. И он уже знает, что его ожидает. Он может посмотреть, что будет завтра. Когда мы идем гулять, у нас в парке есть кафе, которое Леня очень любит. Ну, ларек такой. Вот. Мы идем гулять. Он меня толкает просто к этому кафе. Подталкивает. Вот. Я спрашиваю, ты хочешь в кафе? Он говорит, да. Вот. Я достаю ему меню, спрашиваю, что ты хочешь есть. Вот. Он пальцем просто показывает. Обычно он показывает хот-дог. И потом я переворачиваю здесь напитки. Он выбирает чай или смузи, или сок, или воду. Просто пальцем показывает. И мы идем это покупаем. Вот. Ну, и еще у нас есть поход в Бургер Кинг. Вот. Тут тоже для нас такое вот сделали. Такую вот таблицу. Но тут уже с карточками. Вот. Леня может выбрать два вида еды и что он хочет пить. И вот он выбирает. Например, ролл сюда приклеивает, картошку приклеивает сюда. Потом мы вот так переворачиваем. И он выбирает, что он хочет пить. Вот. Чай. Зеленый чай. И мы с этим вот подходим к кассе и просим дать нам ролл, картошку и зеленый чай. Потому что до вот таких вот таблиц мы просто подходили. И я не знаю, что он хочет. Ну, я так предполагала. Просто я ему брала все время там одно и то же. Наггетсы, картошку и попить там что-нибудь. Вот. А тут получается, что он сам участвует в своей жизни не пассивно, а активно. С использованием АДК, во-первых, я вижу, что он лучше стал понимать речь. Вот. Так как это подкрепляется вот. Речь картинками или жестами подкреплялась. Вот. Он лучше стал ее понимать. Вот. Сам, кстати, вот жест еще помоги. Вот. Он использует жест. Вот. Помоги тоже использовал. Сейчас он старается сам говорить. Помоги. Но иногда получается, иногда нет. Но когда это многократно повторяется, он и смысл слова понимает. Вот. И жест может жестом пользоваться. И может даже вот немножко сказать. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы не только вот расписание и еда у нас, меню были. Но еще какой-то, не знаю, чтобы, например, Леня мог показать, что у него болит, если у него что-то болит. Или какое у него настроение. Но это пока сложно ему. Это нужно самому осознать. Как ты себя чувствуешь, потом еще и показать. Хотелось бы, чтобы он, например, с помощью таблицы или карточек сообщал, что он хочет в туалет. Потому что сейчас он пока не сообщает. Ну, легко. Вот. И расписание легко. И вот то, что Леня хочет, тоже легко. Вот. Остальное сложно. Вот. С тем, как он себя чувствует, какое у него настроение. Вот. И сложно. Например, у нас тоже есть таблица на кухне. Вот он приходит на кухню, ест. А потом он таблица с тем, что он может выбрать. С тем, что он любит и может выбрать. Вот это как-то у нас не прижилось. Потому что, во-первых, это из таблицы должно быть, ну, большинство в наличии, да, по большей части. Это тоже сложно это все соблюдать, чтобы все это было куплено. Вот. И потом обычно то, что есть на столе, он сам смотрит, что там есть. И сам просто пальцем показывает. Или встает, берет то, что ему надо. Ну, то не очень ему понятно, зачем показывать на картинке, когда это лежит на столе. И можно это показать пальцем и взять. А если этого не лежит на столе, ну, в общем, это сложно. Потому что там я же не одна. У нас бабушка еще. Ну, в общем, сложно организовать, чтобы на столе больше ничего не было. И чтобы бабушку научить. Вот. Пользоваться. Я слышала, что особенно вот родители маленьких детей переживают, что если ребенок будет пользоваться карточками, то он не будет пользоваться речью. У нас такой проблемы не стояло, такого вопроса. Потому что ребенок, если он не пользуется речью, то ждать, пока он ей начнет пользоваться, неизвестно, начнет или нет. И не предоставлять ему возможности как-то по-другому, да, свои желания выразить. Вот. Ну, мне кажется, это не очень правильно. Наоборот, когда он подает карточку, выражает там свою просьбу, да, ты же ему все время говоришь, называешь то, что он попросил, там, хлеб или там мультик какой-то. И он запоминает это слово. Если он часто просит, часто слово на слуху, он, во-первых, пассивный словарь, да, его пополняется. И потом, если у ребенка есть возможности, да, к речи, он, наоборот, быстрее заговорит, чем если не предоставлять, да, ему возможность по-другому. Ну, я бы рекомендовала самого раннего возраста пользоваться, чтобы у ребенка было все задействовано, все органы чувств и слух, да, вот речь. Мы же не знаем, вот, насколько он понимает, насколько у него нарушен этот вот фонематический слух, да, вот это восприятие речевое. Он должен слышать и речь, и видеть, и картинку, и еще желательно еще, вот, для малышей, я знаю, предметы трогать, вот, то, что можно было бы потрогать. Вот. Самого раннего, как только возможно, не знаю, там, шесть месяцев, годик. Субтитры сделал DimaTorzok